Террорист номер один Террорист номер один Подпольное представительство в Шэньчжэне Которое в 2018 году Выведет в границе правового русла Сергей Денисович по прозвищу Микросхема В феврале 2012 года Появляется на свет Вторая организация Океан электроники Под патронажем пули Непробиваемой Анны Сергеевны Далее происходит череда загадочных явлений. Первое. 2 апреля 2012 года на финансовую арену врывается ООО «Тайм Чипс» под управлением дерзкого и жестокого Павла Александровича. И уже через 8 дней, 10 апреля, население Красноярска переваливает за 1 миллион человек. Быстрый результат. Второе. 27 сентября 2012 года многохитрая, неутомимая Наталья Михайловна порабощает ООО «Лайф Электроникс» и цена на йогурты «Данон» моментально падает на 2 рубля. Третье. В октябре 2012 года, расширяя границу невозможного, вдумчивая и упорная Анна Сергеевна, открывает второй орган управления Россией в Москве. ООО «Трейд Электроникс», чуть потеснив Кремль, находящийся неподалеку, в паре десятков километров. Наиболее остро последствия всего происходящего ощущает Китай. В Пекине на 18-м съезде коммунистической партии происходит смена партийного руководства. Тут же у группы компаний «Электропласт» количество китайских партнеров увеличивается в несколько раз. В 2012 году Владимир Путин вновь избирается президентом России, вернувшись на высший государственный пост после четырехлетнего перерыва. Прикрываясь этим событием, в компании появляется серый кардинал Елена Александровна. Численность компаний увеличивается до 60 человек. Количество зарубежных контактов растет, появляются американские и европейские партнеры. Количество китайских поставщиков снова возрастает в несколько раз, а через пару недель, в октябре 2012 года, после короткой перестрелки, контроль над фирмой «Океан Электроники» получает умная Виктория с загадочной улыбкой и девизом по жизни «Победа во всем и всегда». В октябре 2013 года миспедантичность, упорство и постоянство Елена Валерьевна медленно, но верно начинает продвижение ООО «МосЧип» к вершинам финансового Олимпа. Мастербанк не выдерживает натиска, он позорно теряет свою лицензию и уходит в небытие. В 2014 году 80% игроков в сфере поставки радиоэлектроники теряют обороты клиентов в уверенность в себе. На фоне всеобщей паники, банкротств и угрюмого уныния конкурентов, группа компаний «Электропласс» показывает уверенное увеличение оборота и доли рынка. В это время группа компаний насчитывает более 90 сотрудников, а география поставок включает в себя Америку, Европу, Канаду и изворотливую Азию. Продолжая расширять территорию, неутомимая и неуязвимая к потрясениям Анна Сергеевна, воспользовавшись в августе 2016 года импичментом президента Бразилии, выводит в свет темную лошадку — ООО «Неокр Системс», которая и по сей день ей и остается. В 2017 году красного огненного петуха, в столетие февральской революции, в группе компаний появляется еще один участник — ООО «Балт Электроника». Шефство над молодым петушком ложится на Наталью Михайловну. При этом йогурт «Данон» теряет еще один рубль в цене. В марте того же года власть ООО «Электропласт» переходит к искусному тактику Дмитрию Андреевичу по прозвищу «Стратег». Компания начинает постоянно улучшать финансовые показатели. В 2017 году группа компаний получает в собственность бренд «Санлид», отказываясь от неблагодарного дела продвигать азиатские бренды в России. В 2018 году победоносная «Виктория» с легкостью получает исключительные права на бренд «Арма». В том же 2018 году Путин вновь уверенно побеждает на выборах, а Павел Александрович после недолгих раздумий берет под крыло новую недавно открытую компанию «Стандарт Электронсвязь». 2019 год. Сегодня в группе компаний «Электропласт» все идет по плану. Она интенсивно и уверенно наращивает обороты, и в ней работает уже 150 человек. Какие вызовы в будущем бросит нам мир? Не треснет ли он под натиском горстки смельчаков? Скоро узнаем! Благодарим всех сотрудников за их усилия в продвижении своих компаний! Вперед к новым высотам и достижениям! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Благодарим всех Point! Благодарим вас!